В зону СВО из Башкирии направили автомобиль для богослужений. С помощью этой машины батюшка в любом удобном месте для бойцов будет разворачивать полевой храм. В целом, о поддержке участников специальной военной операции поговорим сегодня с руководителем исполкома Народного фронта в республике Виталием Брыкиным. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, помощь оказывается абсолютно по всем направлениям. То есть не только чтобы физически помочь нашим бойцам, но в том числе духовно. Расскажите, пожалуйста, каким образом все будет использоваться эта машина? То есть как это вообще будет на деле работать? Мне, наверное, нужно рассказать предысторию. У нас в Валкино базируется 12-я гвардейская саперно-инженерная бригада. И там есть полковой священник. С самого начала, то есть ферралия 2022 года, он находится в действующих войсках. То есть, соответственно, именно все это время он там находится. Все это время бригада там находится. Это именно, чтобы было понятно зрителям, это именно та бригада, которая штурмовала понтонщики, которые штурмовали Северский Донец. Это понтонщики, которые штурмовали реки и понесли, к сожалению, большие потери. При этом, как вы знаете, два командира бригады погибли в 1922 году. И все это время полковой священник занимался тем, что он исповедовал, отпевал, крестил военнослужащих. Он является штатной единицей военской части. Он помощник командира части по работе с военнослужащими. Поэтому то, что он там делает, безусловно, это очень важно, потому что он несет некий духовный такой стержень и вдохновляет бойцов на какие-то вот ратные дела. То есть вдохновляет и заряжает их какими-то силами, получается, да? А этот автомобиль передала налоговая служба? Да, этот автомобиль передала федеральная налоговая служба. Соответственно, она передала этот автомобиль Народному фронту, а уже в свою очередь Народный фронт передала его как раз 12-й гвардейской бригаде. В частности, отцу Рафаилу. А он не рассказывал, батюшка, каким образом это потом будет? То есть я вначале сказала, что будет разворачиваться храм. Рассказывал. Дело в том, что бригада рассредоточена от Авдеевки и в разные направления. Соответственно, передвигаться нужно по всей линии боевого соприкосновения. И он там из этого автомобиля сделает полевой храм. Он даже нам рассказывал, как это будет выглядеть. Я думаю, в дальнейшем и зрители могут увидеть у нас на социальных сетях. Мы его попросили, чтобы он нам это все наглядно показал. Пока он нам показал действующий храм, который там есть в бригаде. Это такое глубокое подземное... А-а-а. Да, это тоже очень интересно. Сооружение такое, да? Мы тоже были достаточно, ну не то что удивлены, но когда это мы посмотрели, на какой глубине он находится, это вот такой спуск куда-то в глубину. И там натуральный храм, где солдаты приходят, военнослужащие приходят, исповедуются и совершают другие какие-то церковные обряды. Ну, Народный фронт это такая организация, которой действительно доверяют. И вот, по-моему, в январе этого года у вас появился пост о том, что вам можно направлять и средства в том числе, а вы будете все до копейки передавать нуждающимся бойцам, участникам СВО. И хочется узнать, вот у вас недавно как раз тоже была отправка очередного коммунитарного груза. Каким образом и от кого вы получаете все необходимые предметы и вещи? Мне, наверное, нужно с самого начала сказать, где-то с середины 22-го года, или к лету 22-го года, образуется фонд Народного фронта «Все для победы». И на том периоде мы помогали бойцам ДНР, ЛНР, а как многие, наверное, знают, практически все мужское население Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики было мобилизовано буквально с начала специальной военной операции. И, соответственно, ну, скажем так, оно было не очень подготовлено к этому. И мы тогда через фонд уже начинали помогать 11-му полку ДНР. Мы приобретали для них форму. Мы отправляли, они в то время стояли в Херсоне, мы отправляли туда форму. У нас один член регионального штаба Тимур Абдарашитов находился непосредственно с гуманитарной миссией в Херсоне. А сопредседатель регионального штаба Мурат Шафиков непосредственно как раз ему туда для бойцов привозил вот эту форму для инослужащих. В дальнейшем, когда у нас тоже произошла мобилизация, когда у нас произошла такая активация, скажем так, наших земляков, мы начали помогать и в том числе и добровольческим подразделениям, в том числе мобилизованным. Но мы не забываем и про контрактников. У нас как-то в республике распределилось таким образом, что муниципальные органы власти помогают, как правило, мобилизованным. Мобилизованным. Региональные органы власти вместе с волонтерскими организациями помогают добровольческим подразделениям, полку Башкортостан, батальоны Шамуратова и Достовалова. Мы, кстати, им тоже так же помогаем. А вот что касается нас, мы помогаем как бы всем. И вот сейчас у нас формируется как раз конвой, а завтра мы его загружаем. Это для подразделения Штурм-Зет, чтобы было понятно, это заключенные, которые как раз находятся в самом пекле. То есть это штурмовики. И если другим подразделениям и мобилизованным добровольцам, ну как-то есть сообщество, которое им помогает. А в данном случае это люди, которые решили искупить свою вину, вину как раз вот на поле боя. И им тоже нужна помощь, им тоже нужна наша поддержка. И мы в этот раз решили, мы до этого им отправляли квадрокоптер, а в этот раз мы решили ему отправить запчасти для УАЗика, в том числе колеса, генераторы, бензопилы. Ну то есть на самом деле, если сказать по-честному, потребности у них не такие высокие, когда они нам присылают заявки, а нам присылают заявки практически около 30 подразделений, командиры этих подразделений нам присылают заявки с просьбой купить то-то, то-то, то-то. Все это закупается на средства фонда «Все для победы». То есть это есть в федеральном фонде «Все для победы» такая, условно говоря, региональная вставка. Как вы знаете, в рамках этого фонда собирают средства и Соловьев, и Охлобыстин, то есть многие известные люди, они собирают для конкретных подразделений. Мы, в свою очередь, то есть региональное отделение Народного фронта собирает средства для наших земляков. Кстати сказать, вот в этом подразделении «Штурм-Зет» тоже наши земляки, поэтому мы им, собственно говоря, и помогаем. Я думаю, что вот, слава богу, у нас это получится. И вот в ближайшее время, как раз послезавтра, завтра у нас загрузка, послезавтра конвой доедет до Авдеевки и все им передаст. Вы покупаете все эти необходимые предметы, какое-то, может быть, оборудование на те деньги, которые вы получаете? Здесь, смотрите, какая ситуация. На деньги, которые у нас поступает в фонд «Все для победы», мы закупаем три вещи. Это квадрокоптеры, это тепловизоры. Самые необходимые. Да, и недавно мы покупали там распределительные станции, ну что-то такое, что-то очень дорогое. Что касается вот других подразделений, вот, например, вот этот «Штурм-Зет», это нам помогли наши партнерские организации, спасибо им за это, это партнерская организация из Уфимского района нам помогла. И отдельное спасибо Азатому Дорисовичу Фазлыеву за тот вклад, который он сделал. Молочный завод. Да, формирование вот этого конвоя. До этого нам помогали другие организации. То есть мы кидаем клич, мы получаем заявку, кидаем клич и, соответственно, уже получаем вот это все необходимое, отправляем. Кроме того, у нас в региональном исполкоме Народного фронта действует Центр сбора гуманитарной помощи, и каждый человек может принести, ну, будь то салфетки влажные. Сейчас вот есть такой, знаете, стандартный набор, который мы принимаем и который всегда в ходу. Это газовые баллончики, вот такие небольшие, такие вот, их называют еще туристическими. Это влажные салфетки. Ну, еще мы принимали там теплые носки, там. Ну, самое ходовое, вот что всегда нужно бойцам, это вот средства гигиены, а именно касается вот этих влажных салфеток. Очень оказалась такая... Востребована, да? Востребована. А есть еще армейский душ. Да, вот, кстати сказать, влажные салфетки даже получше. А, да? Да, да, у нас тоже сухой душ, нам наши партнеры привозят, доставляют, ну, отзывы от бойцов, что все-таки дайте нам все-таки влажные салфетки, потому что они достаточно универсальны и достаточно, ну, как бы эффективны. Ну, еще антисептики различные, то есть в разный период времени, имеется в виду зимой и летом, совершенно разные потребности. Например, зимой требовались печки-буржуйки, соответственно, окопные свечи, теплые носки, теплые вещи. А сейчас требуется прежде всего, вот если говорить о простых людях, которые приносят нам в центр, в наш центр сбора самые необходимые, это все-таки влажные салфетки и баллончики. Вот это самое, ну, просто вот то, что нужно. А с началом спецоперации у вас стало больше, меньше активистов? Есть ли вопросы, проблемы с этим? Вы знаете, мы сначала, есть одна большая, вот, ну, скажем, такая польза, то, что мы объединились. Вот волонтерские организации появились непосредственно, ну, в каждом муниципальном образовании появились люди, которые, вот, они появились не по разнарядке сверху, они сами создались, это такой, как раз пример такого сообщества, которое появилось вот от желания помочь, и у нас создалась группа таких вот организаций, которые непосредственно ездят за ленточку. То есть мы координируемся. Вот у нас... Они прям не являются активистами народного форума? Да, они не являются напрямую активистами, но мы все взаимодействуем, и мы всем этим организациям, когда вот мы, у нас есть общий чат, соответственно, и вот мы там пишем, там, вот, завтра у нас выезжает такая-то группа, завтра выезжает, и мы стараемся вот этой группе помочь как можно больше. Ну, то есть очередная группа, когда она выезжает, мы стараемся все вместе обеспечить им, ну, чтобы, во-первых, они ехали не пустые, а загруженные под самую завязку, а, во-вторых, везли самые, как бы, необходимые. И более того, бывает такая ситуация, что, ну, например, каком-то подразделении, вот у нас, например, наш член регионального штаба Василий Лонговой подписал очередной контракт, он уже служил, он уже получил ранение, и сейчас он снова ушел по контракту, и он сейчас под Волновахой, и, соответственно, он делает нам заявку, ему нужно запчасти, я разбил его в УАЗик, и он просит запчасти, там, лобовое стекло, там, и еще... Вы находите, скидываемся, в том числе... Мы находим, скидываемся, и вот у нас как раз вот послезавтра мы и повезем. То есть в данном случае вот эта оперативность, она вот такая, горизонтальные связи, они очень помогают, в том числе и здесь особая благодарность таким организациям, как «Масксеть ищет Уфа», «Шьем для наших», это организации, которые непосредственно нас подгружают. Спасибо вам большое о вашей благой миссии, и чтобы побольше было таких добрых волонтеров, скажем так. Спасибо вам большое. И я напомню, что гостем нашей студии был руководитель исполкома Народного фронта в республике Виталий Брыкин. Оставайтесь на телеканале «Вся Уфа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова